К Международной космической станции причалил корабль Союз МС-23, на котором вернётся на Землю экипаж аварийного Союза МС-22. В середине декабря в радиатор корабля попал микрометеорит. Из-за этого произошла разгерметизация системы охлаждения. В марте корабль должен был доставить на Землю россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта НАСА Франсиско Рубио. Их экспедиция началась 29 сентября прошлого года. Из-за нештатной ситуации они останутся на МКС ещё на полгода, а в сентябре вернутся на Союзе МС-23. В итоге их экспедиция продлится более 370 суток, что станет рекордом в истории МКС. А пока беспилотный корабль доставил на орбитальную станцию 429 килограммов различных грузов. Это медицинские препараты, средства для уборки станции, контроля частоты атмосферы и водообеспечения, а также оборудование для научных экспериментов. Прокопьев и Петелин будут выполнять научную программу вместо экипажа, который должен был сменить их в марте. Также Союз МС-23 доставил бельё и контейнеры с едой, сменное оборудование для систем российского сегмента станции, приземления, технического обслуживания и ремонта. Сейчас помимо экипажа Союза МС-22 на МКС находятся россиянка Анна Кикина, астронавты НАСА Николь Манн и Джош Касада, а также японский астронавт Каити Ваката. Недавно нештатная ситуация также произошла с российским грузовым кораблём «Прогресс» МС-21. С помощью фотосъёмки удалось увидеть отверстия на его внешней поверхности, в том числе на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей. Специалисты считают, что в корабль также попали микрометеориты.